Хочу вам показать, где мы идём. Вот смотрите, Форо Бонапарте. Это параллельно Костелло. Посмотрите, какие тут балкончики, всякие украшения на это. Так вот, Форо, да? Форо — это маяк, понимаете? То есть, я уже писала сегодня в комментариях, что слишком много воды, слишком много воды в центре Милана. Слишком. Смотрите, какой. Вот. И это становится уже не смешно, потому что, смотрите, там Костелло, мы уже поняли, там куча воды, в общем, там под землёй, там и что-то такое, в общем, всё, канавки там вообще в самом парке. Видите, какие решётки. Вот. Но и за Костелло, да, получается, получается, Форо Бонапарте — это маяк, да? Арена, которой проходили эти, как они называются? Регаты. Вот, регаты. Значит, аквариум. То есть, вообще, всё как-то, всё как-то с водой. Всё как-то с водой. Вот. Победите тоже, какая арка. Не буду я её сейчас 44А. Победите. 44А. Хороший, хороший номер. Масонский прямо. Вот. Значит, Галечка, пожалуйста. Тут вообще разобранная, кто-то украл. Короче, вот эта вся, вообще, территория, она вообще, такое чувство, что здесь всё было в воде. То есть, вода здесь как была, в общем-то, госпожой, скажем так. Она здесь командовала. Она здесь командовала, и её здесь слушали. И для чего это было всё? Это для вода. Для каких-то существ. Потому что, ну, понимаете, ну, понимаете, я почему это говорю? Ну, просто я вообще в шоке от того, что для людей нормально, что у них символ Милана – это дракон, который жрает или выплёвывает человека. Понимаете? Вот, уже, уже просто. Во-первых, это везде. У нас только нас этот символ окружает. Слушайте, везде. Куда взгляд не положишь, не посмотришь, везде вот этот символ. То есть, прямо, конкретно. Причём такой дракон – змей. Ну, вы говорите «Василиск». Посмотрите, какая старая тоже тут старая вообще, да? Вы говорите «Василиск». Хорошо, пусть «Василиск». Я говорю, что это, ну, всё равно натуральный дракон. Потому что в Китае дракон такой, он такой вот. Он как змей. Вот. Да, вот. Просто интересно, да? Как бы, как бы всегда у нас так как-то змей Гориноч, у нас, видите, змей Гориноч, да, тоже у нас. Как бы змей он. И вот змей Гориноч, это как раз вот здесь Милане змей Гориноч. Понимаете? Он больше в Милане, чем, извините меня, у нас в русских сказках. Он у нас где-то там с тремя головами где-то живёт, там иногда выходит, и его, значит, богатыри с ним борются. А тут он везде нас окружает. Это просто, знаете, такое засилие. И то есть, и вода, понимаете? То есть, как-то всё, всё одно к одному сводится. Что здесь явно не чисто вот в этом центре Милана. И он так охраняется, знаете, тут всё перекрыли. Тут раньше можно было около этого Костелло ездить, я ещё помню эти времена. И ничего никто тебе нет. Да, по-моему, даже в парк можно было заезжать. Боже, что ты мой. Но много, много было ещё времени, что можно было в парк заезжать. Вот. Так, всё, мы подходим к аквариуму. Наконец-таки сегодня я его засниму и не потеряю. Поэтому, поэтому я всё время шучу насчёт рептилоидов, драконов, вообще рептильных, ананнаков. это всё одна суть. Посмотрите, как интересно, парк-то открыт, а посмотрите, как интересно всё-таки закрыт аквариум. Да, посмотрите, видите, очень интересно. То есть, я думала, я сейчас с парка зайду. Фиг там. Видите, двойной забор. Внутри парка это всё огораживается. Сейчас ты зайдёшь туда. Вот, ребята, наш аквариум. Вчера я его чисто случайно обнаружила. Я думаю, подойду-ка я к этому строению, пока не нашла аквариум, и оказалось, что это есть аквариум. А почему я так скрыталась? Потому что стоит Владимир Ильич Ленин с трезубцем. Вы сейчас прожжёте. Посмотрите. Та-дам! Поглядите, вылитый Ленин стоит. Видите? Ну, в общем, вообще просто один в один. И вот этот масонский, опять же, бафометовский этот. Ребята, иллюминатский, бафометский, сатанинский, это всё масонский, сатурянский. Это всё вот этот жест. Что вверху, то и внизу. И вот у них всегда рука одна наверх, а другая либо внизу, либо спрятана в карман. Видите? Тут прямо всё. Он ещё и голый, но голый Ленин с идеальной фигурой. Вот. И вот, смотрите, у нашей тут земноводные везде рыбы. Вообще, фасад аквариума просто зашкаливает. Просто второй раз снимать уже нет такого ажиотажа, да? Ну, зато я знаю теперь, что снимать, где что стоит. Вот. И вчера я отгадывала, где этот аквариум, а сегодня я уже знаю, что он здесь. Вот я вам всё показываю. Огромная шарка там какая-то вставная. Там хотя бы не убрали этого Ленина, главного сатанинства. Сейчас бы Марат радовался. Вот он. Наконец-таки главного сатаниста, где надо. Видите, тут тоже ангел, причём, вот два ангела, я вам сразу скажу. На каких-то бригантинах, видите, это, видите, написано рептилия. поглядите. Ну что, что, что ещё требовалось доказать? Здесь живут рептилии, понимаете? Это царство, это их приёмный пункт, приёмный офис, как бы здесь, головной офис для того, чтобы можно было быть принятым в Костелло-Сфарцеско. Или тут принимали, на что нас едей нет. Ну, можно, знаете, всяко фантазировать, это мои фантазии, как теперь вы модно говорите, все фантазируют, значит, это только мои фантазии, как говорит Марат, и ещё там кое-кто, они будут говорить. Вот. Я говорю, ребята, если я начну фантазировать, то у людей просто крышу снесёт, потому что я могу такое нафантазировать, что ни одному альтернативщику просто потом расхлёбывать придётся это всё. Я вам показываю пока. Это, ребята, это не фантазии, посмотрите, лягуха, лягуха. Понимаете, если бы это можно было фантазировать, если бы фантазии были, я не пошла бы ничего это снимать. Я сидела бы дома, рассказывала вам сказки народов мира из жизни рептилоидов. А так, вот глядите, вот что, куда это спрятать? Понимаете, в центре Милана стоит вот этот вот Ленин, мол, Дионис, с трезубцем, понимаете. И раньше я говорю, что я сейчас это вот всё воспринимаю. А скажите мне 10 лет назад, что здесь куча воды была в Милане. Я бы не могла вообще просто. Вот, он был аквариум, у меня ребёнок сюда ходил на день рождения 4 раза. Я вообще не это... Знаете, сюда могут только богатые, кстати, ходить. Я знаю, потому что она ходила в богатую школу когда-то, вот наш осьминог с лицом. Вот. И нормальные дети здесь не делали день рождения, только богатые. А так как она ходила в центр, то мы тут присовокупились к богатеньким Буратино. Да, можно тут посплетничать ещё за богатых. Посмотрите, тут какие-то потёки тоже, как обычно. Ну, это монстры попросили или там, я не знаю, там налепили, налепили, как остыло, так остыло. Вот тут гиппопотамчик у нас. Гиппопотамчик, видите? Вот. камни вам сниму со сминогами. Фонтанчик тут у нас, куда сливали там жидкость, кровь, наверное, оставшуюся от умоноидов. Понимаете, я вот просто вот раньше у меня работала в одной офисе адвокатов, я там переводила им. Так вот, на фору Бонапарта. Я никогда даже мысли у меня не было, почему фору? Почему фору? Маяк. А теперь-то всё приобретает другой смысл, понимаете? Посмотрите, там рыбы торчат. Слушайте, ну руки стынут. Вот как вам это всё? Вот что? Вот это вот не шедевр я вам показываю, блин. Вот это вот. Это просто называется издевательство на травмство с областями ворона сидит. Ворона, как в Твин Пикссе, блин. Или как под куполом. Тоже хороший фильм. Там всё вылупляется, тоже всё вылупляется. Особенно в третьей части как раз всё связано как-то немножко и с аннунаками, именно вот такого, скажем так, осьминозьего типа. В общем, ребята, сегодня я всё по-быстренькому сняла. Посмотрите, здесь какие вот как... Вот это тоже как печь такая, да? Вот эта вот штука, которая держит саму стену, она как печь сделана. Видите? вот. И смотрите, мне нравится издевательство над людьми. Смотрите, написано науфраги и науфраги. то есть, надо же как это, утопленники, утопленники и утопленецки. Утопленники и утопленники. Удивительно, поглядите, утопленники науфраги, вообще это не утопленники. но здесь, видите, девушка сидит с... видите? Может быть, утопленники и утопленницы? Какой-то спектакль, да? Вообще, это еще и те, которые ныряют. Ныряльщики, ныряльщики, ныряльщики. И, видите, с 1 марта, с 15 марта по 4 апреля, когда у нас красная зона. То есть, это для избранных, получается, да? Так, кто сюда сможет зайти? Вот здесь еще написано авес. Я не знаю, вчера я вам это делала. Я не знаю, что такое авес. Может, это вода? Но рептилии, вы видели? Рептилия причем. Там какая-то главная рептилия. Вот. Тут, видите, ингрессо, то есть вход, а здесь выход. То есть, сюда заходишь, нормальным человеком выходишь, да, сразу забегу вперед. Вот скат еще у нас. Забегу вперед и скажу вам, что сзади тоже все там в лягушках, в клокушках. Вот. Знаете, смеюсь, смею, 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 смеюсь, но, честно говоря, вещь становится серьезной вот с этими гадами. Вот посмотрите, вот это дракончики, да, это я вам показала вот тут на стене. А вот посмотрите, еще у ног Ленина такие улитки. Нет, вы верите мне, да, что это Ленин? Гляньте. Нет, вот просто вообще дорогой ты наш Ильич. почему-то здесь оказался. Так вот как-то не передает, знаете. Ну, поглядите. Вот так вот. Ильичешка такой голенький. В общем, ребята, знаете, что, в такой вот дикий холод, честно говоря, я сейчас пойду к арене, потому что вот самое интересное, видите, Виали Гаудио здесь, сразу смотрите, Гадио, Гадио, видишь, Гады, Гадио тоже, да? значит, во-первых, холод, вообще, понимаете, даже руки с палкой стынут, вот, но просто слишком классно вот показать, насколько аквариум стоит рядом. Вы понимаете, что такое внутри там аквариума? Там вода. Просто еще дочка, она у меня говорила, что там нельзя принимать, там вроде есть бассейн для детей, для маленьких, да? Она маленькая была, она так это, толком не говорила, она говорила, что мы там играли, играли, у них там было, но они там не плавали, ничего. Там это, там что-то, ну, конкретно никаких животных там нету, понимаете, водных, но, видать, рыбки в аквариумах там есть, но там есть огромный бассейн, понимаете, с водой. Я не понимаю смысла его, то есть, это потому, что это не бассейн, понимаете, это аквариум, то есть, это как, там должно быть что-то, жить, ну, вот как вот, вот есть, вот, Дженова, Генуи есть, большой, Барселоне, это вот так же, только я не помню, что там, мне мамочки вроде говорили, я спрашивала, что там, они не, ну, там, просто аквариум, просто, просто аквариум, понимаете? А, я вам еще сношающихся лягушек хотела показать, посмотрите, ну, это вообще тоже нонсенс. я не знаю, это я просто, ну, мне кажется, больное воображение, ну, посмотрите, через заборчик, ой, ну, вот видите, вот как будто сношаются, не знаю, в общем, и вот смотрите, смотрите, насколько маленькое расстояние от этого аквариума находится арена, на которой, я вам повторюсь еще раз, она два раза больше, ребята, чем Колизей, и там проходили навальные эти, игрища, то есть, всякие регаты для кораблей, нормально, да? Просто, заполняли ее водой, так просто это, причем, мне вот этот вот, Убальдо, ваш любимый, который меня сообщает с формацией, да, нормально, просто заполняли водой, потому что здесь, опять же, здесь вот, в этой, в этой, здесь вот, где мы тут находимся, это, не забываю вам сказать, это центр города, это Костелло Сарцеско, тут подземные каналы, понимаете, подземные каналы, здесь идут еще и два линия метро, ребята, и плюс, и плюс, помимо линии метро, здесь еще, как я вам показывала, здесь еще, внизу, еще железнодорожные пути, которые там, у них своя, своя там траектория, какая-то движение, тоже очень странная, хочу понять, вот, видите, как тут все, галечкой выложено, и там, скорее всего, туда тоже, вот, и поэтому, понимаете, так столько вопросов, больше все время, все больше что-то узнаешь, и все больше, больше вопросов, откуда такое количество воды, куда они ее дели, то есть, получается, что под Миланом огромная река, видите, как-то здесь, планетарий идет, да, полукругом, я не знаю, посмотрю фотографии, я говорю, что дочка у меня была маленькая на день рождения, я как дура, потому что я была еще не развитая, ни разу не осталась с ними на этих дней рождения, то, что я не могла с этими мамочками вообще просто с эти, с Милана этого, Бэйна, так называемая, Милануальто, это эти, высшее общество Милана, так называемое, очень короче, смотрите наши дорожки, гальки, и вот посмотрите, вот эта арена, она буквально 50 метров от этого аквариума, вот так вот, что это такое, вот, пожалуйста, вот эти вот какие-то рельсы каменные, они по всему, они по всей арене проходят, я вчера заглядывала в эту арену, посмотрим, если она сегодня открыта, я вчера все обошла, вот, так, хочу сказать, что там огромное поле, нормальное, там, в общем-то, я так понимаю, в 30-е годы тут, до Второй мировой войны здесь проходили и вообще матчи футбольные, там атлетико, и вчера стояли молодежи, явно такие, ну, которые легкой атлетикой занимаются, вот, то есть, это огромнейший стадион, нормальный, обыкновенный, знаете, мне сегодня не хочется его обходить, не знаю, почему, я хочу вам показать то, что я вчера вам не показала, вот это точно, явно для, для, как это, господи, по-русски сказать, для прикрепления кораблей, я не знаю, ну, точно, посмотрите, понимаете, мне кажется, здесь вообще вода была, вот, ну, как минимум, до этого уровня, я не знаю, посмотрите, сколько гальки, вот это все, вот это, кстати, вот такая широкая галька, она идет вообще по всему кругу, по всему кругу, вот я вам покажу, вот, слушайте, вот это продолжается практически весь круг, но сейчас я вам схожу, покажу, какое-то, кое-какое отличие есть, видите, вот это пустые, это все продолжается почти по всему кругу, но есть и отличие, небольшое, боже, я просто обалдею, ребята, работа приятна, и если бы еще тепло стало, не говоря уже о зонах, блин, вот, смотрите, вот эти вот железные, видите, вот эти железные штуки, они явно для, для веревок, для, ну, и вот так вот, только по этой стене идут, видите, я не буду сейчас увеличивать, вот, посмотрите, тут, посмотрите, по всей идет, по всему кругу идет, по округу, или как, по овалу, вот такая дорожка, вот видите, обозначенная узкая, и вот такая огромная, тоже, это тоже странно, согласитесь, если уж идти на странности, то я вам столько странностей найду, блин, вы понимаете, можно и в чай найти странность, на самом деле, странность везде, она просто, она нас заполняет, вообще, странность во всем, вот видите, я сейчас покажу, в хорошем качестве, и вот эти штуки, вот это вот что-то здесь было, понимаете, не зря же это такое вот, вот да, но очень-очень, благоразумно все снято, и вот сколько вот тут, посмотрите, сколько можно было прихпортовать, видите, вот тут прям, вот какие они, а какая вообще, кстати, сама вот, качество вот такое вот, выполнение, вот как это вот там, в 1800 каких-то годах, это вот так могли присобачить, тоже, да, интересно, то есть, по идее, Наполеон вел войны, да, то у него такая огромная война была, а он тут, значит, построил арену, и вот устраивал игрища тут, да, вот делать ему нечего, знаете, вот, я говорю, что их послушать, и все успевали, блин, и балы, заделывали, ну, ладно, балы, но вы понимаете, вот на таком стадионе, просто устраивались, корабельные, вот эти вот представления, это нормально вообще, то есть, надо так запариться, господи, я помню джакузи, чтобы набрать воды джакузи, это вообще час нужен, а тут, как они все говорят, вот в крови не послушают, да это нормально, это легко, это очень легко набрать воды, делать нечего просто, вот, поэтому, а может вода здесь и была, понимаете, вот и все, ничего ей не надо было набирать, а приплывали сюда, каким-то образом, все это было в воде, я не знаю, ну, какие-то, может быть, были островки тут, не воды, а на самом деле, вообще все вода была, а сейчас я вам покажу кое-что, то, что не хочу в ту сторону идти, я просто уже была вчера, и поэтому я могу сейчас, зная, куда идти, чтобы быстрее сократить, показать вам, главная достопримечательность, вот этой вот арены, но факт то, что, заметили, что я уже, видите, вот эти вот дорожки, они везде, посмотрите, везде, что, вот прямо вот везде, вот, прямо вот так вот, заботились, о, о дождевой воде, чтобы она утекала, уж прямо уж, совсем скрупулезно, вот эти вот эти штуки, тоже странно, мне кажется, это тоже связано с водой, и не по всему Милану, по всему Милану, то есть, может быть, вообще этот город, конечно, одно время был в воде, то есть, она была, как бы, приходящая, она пришла, да, откуда-то, это понятно, как потоп, там хоть, ну, хоть что, может, это гранит меня вообще, мрамор просто меня добивает, понимаете, это не мог поставить Наполеон, такие гранитные эти блоки, такие красивые, нет, не мог, вот, да, это просто шик-шик, лучше не запариваться, потому что, знаете, еще так красиво, видно, как блестит на солнце кварцит, вот кварц, который входит в мрамор, в гранит, это просто, видите, посмотрите, эти тоже дорожки здесь, это просто, знаете, зрелище, шикарное, то есть, видите, кварцит, уже изучили, это все-таки, его свойства того, что он все-таки, вибрирует, и накапливает энергию, и может всякие чудеса делать, создавать пьезоэлектричество, как любят многие альтернативщики, физики, я не понимаю, что не надо начинать меня спрашивать, что такое это, что такое это, короче, этот один подписчик, не буду говорить кто, но уже, наверное, все знают, я уже не могу, понимаете, от экзаменов, блин, а как вы понимаете это, как вы понимаете это, но это все как бы все равно с издевкой, ну, что я могу сказать, по идее, все равно чувствую, что человек хороший, поэтому я не ведусь, посмотрите, еще мне нравится, вот это вот, ладно, это боковая, да, такая еле вымощенная, она еле видная, да, видная, и чуть-чуть такая вогнутая, посмотрите, вот по всей этой еще я заметила, идет вот такая дорожка из двух, видите, из двух камней, они как бы отличаются от других, видите, как бы сделано тоже, как бортик такой, вот такой, такое дополнение небольшое, слышите, я сделаю сегодня хорошие два фильма, по 30 минут, поглядите, вот мы подходим к главной части, это одна из башен, а тут вообще получается, во-первых, посмотрите, я сразу вот отсюда покажу вам, сразу, как идет вниз, вот, видите, сразу идет вниз, какой перепад высот, отсюда очень хорошо видно просто, а там уже не очень так будет видно хорошо, видите, и вот посмотрите, вот эту башню, вот что это, понимаете, это Милан, это не Рим, да, а вот очень много вот таких вот, каких-то, и посмотрите, и здесь, и здесь идет эта вот штука, ну не знаю, не знаю, если вам она кажется нормальной, мне нет, вот честно вам скажу, то есть в Милане есть какие-то вещи откровенно римские, откровенно, вот особенно вот эта арена, а арена даже слово какое-то, больше какой-то, подходит больше к Римской империи вообще, поглядите, какие арищи, какие огромные арищи, тут даже не надо и приближать, вы сами видите, какие арищи, они пошли одна с другой, тут все, все, видите, все у нас, вот так вот все вымощено тут, вот видите, тут вот так вот, а потом она увеличивается, и пошла, пошла широкая, где-то на 2 метра будет, на 2 с половиной даже, здесь вот стена тоже, ведь явно это остатки от крепости, посмотрите, видите, это явно что-то, остатки от чего-то, только закатали, видите, в асфальт тут все, потому что я так думаю, что здесь другое что-то было, здесь какой-то был ров, его просто закопали, вы видите, как смогли, так и вот, кое-как привели в чувство, посмотрите, какие перепады, да, видите, как все проваливается, еле-еле это все закопали в этот, закатали в асфальт, и вот, посмотрите, мы идем по аркам, сейчас я вас еще покажу вход, и я, знаете, наверное, сегодня закончу, потому что, блин, стынут руки, на самом деле, не хочется заболеть, посмотрите, красивые цветочки желтенькие, тут же, тут же, видите, такая плеяда, но это не мимоза, естественно, поглядите, какая ареща здесь, посмотрите, и вот туда вот вход на, посмотрите, на, на стадион, видите, две арки, одна вот такая, блин, а другая вот такая, каменная, видите, блин, хотела показать вам, что там внутри, но, видите, какие стены тут тоже, знаете, я уже начала склоняться к тому, что это все-таки ракушечник, вы уж извините, что я там была так вообще настроена, но, я извиняюсь, но все равно, то есть, это говорит о том, что это, какой-то водно, какой-то водно, ну, так как здесь были реки, или что здесь было, воды куча, вот сделали вот такое вот, такое каменное месиво, видите, какие стены, то есть, тут, видите, вот как бы, тут вот арочки наши, вот эти вот еще, да, и вот сколько их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, так, я так даже и не, и не это, я даже и не, сомневалась, так, жалко, у меня сейчас закончится, подождите, сейчас я вам покажу, еще одну, башню, и чтобы у меня будет два, два видео полных закончено, посмотрите, вот такая, две башни, зачем для арены какой-то, да, две вот такие башни, одна там, с той стороны, с правой, и вот эта, а эта вообще, видите, заделана кирпичом, не понимаете, вот эта арена, как нам говорят, заполнялась водой, здесь были всякие регаты, вот, корабельные, понимаете, корабельные регаты, вот, рядом с аквариумом, на котором вот такие всякие, там Ленин стоит, и гады, вот вы делаете выводы сами, вот посмотрите, наша эта, опять же дорожка, везде, она везде, понимаете, вот прямо вот так скрупулезно, все везде выложить, чтобы вот вода стекала, вы понимаете, значит, воды просто, проблема была такая, что ой-ой-ой, понимаете, ой-ой-ой, так, ладно, пока надо выключить, ребята, я сейчас еще вам сделаю видео, не волнуйтесь, так,